Всем привет! Я Даша Кот и сегодня мы выбрались из своей уютнейшей студии с камерами для того, чтобы запечатлеть этот чудеснейший апрельский денечек. Сегодня команда CryptoDealers на самой масштабной украинской конференции, посвященной интернет-технологиям iFORUM 2018. Погнали с нами! Сегодня здесь объединяются представители онлайн-бизнесов и почитатели высоких технологий. iFORUM 2018 объединяет целых 9 потоков, среди которых, внимание, и нами с вами любимейший блокчейн. Хочу отметить, что в этом году блокчейн является не только отдельным тематическим потоком, но и затрагивает абсолютно каждую тему с главной сцены. Друзья, на iFORUM есть настоящий город будущего. Пойдем, потестируем, какие новые технологии поменяют нашу жизнь к лучшему. Технология блокчейн сейчас является несомненным трендом, и многие компании, просто-напросто привязывая к себе это название, автоматически становятся успешными. Но на самом ли это деле технология распределенного реестра настолько применима? Или в некоторых ситуациях она только лишь усложняет продукт? Блокчейн не лечит рак, его нельзя прикладывать как подорожник, но он увеличивает капитализацию, да. Естественно, все стремятся к тому, чтобы максимизировать бигдату, но я не думаю, что это то, что нужно абсолютно каждому бизнесу. Большая часть проектов как раз не нуждается в блокчейне. Навязывают блокчейн, пытаются его прилепить не там, где нужно. Только из-за того, чтобы увеличить эволюэйшн своей компании и привлечь деньги. Надо ли делать рекламную акцию любому продукту? Надо. Надо ли покупать миллион ненужных вещей, чтобы дарить их кому-то или что-то делать? Надо. Надо ли внедрять какие-то, на первый взгляд, бессмысленные вещи? Их внедряют. Поэтому блокчейн там не нужен. Но с точки зрения технологии, но с точки зрения пиара без него никак теперь. Иногда его применяют абсолютно не в нужных отраслях, не в нужных решениях, где можно очень легко без него обойтись. Но, впрочем, в очень краткой перспективе, думаю, что мы будем жить в мире, в котором будем использовать блокчейн, так же, как протокол TCP, IP, интернета, не зная, что мы его используем. Я считаю, что есть эта палка двух концов. С одной стороны, блокчейн решает много вопросов, с другой стороны, конечно, усложняет разработку. Да, и некоторые продукты становятся всегда очень тяжелые, и это как продукт в продукте. Поэтому мне кажется, что все зависит от четкого кейса, над каким мы работаем, какой это продукт и нужен ли ему блокчейн. Это ни в коем случае не усложняет продукт. Его не было ни до того, ни в этот момент его не будет после. Это ни в коем образом его не усложняет. Поэтому, ну, когда это просто хайп, для технологии блокчейна, там, собрать деньги, или для собрать просмотры, или просто поддержать комьюнити, это никак не мешает самому продукту. Он, если был, то был, если нет, то это с блокчейном никак не связано. 2018 год – это год ICO, 100%. Но давайте же поинтересуемся у экспертов, действительно ли миру нужно такое колоссальнейшее количество блокчейн-проектов? ICO становится все сложнее и сложнее делать, потому что конкуренция большая, инвесторов не так много. Многие инвесторы облажали, сложив скам проекты, которые упали в цене. Вот поэтому сейчас нужно уже так серьезно доказывать, почему свой проект как бы, ну, не скам. Не все проекты одинаково интересны и востребованы. Но все очень хотят максимально получить инвестиции и быть на слуху. Да, но, как мы с вами знаем, 90% стартапов умирает в первый год. Поэтому посмотрим, поживем и видим. Не проблема в количестве блокчейн-проектов, а проблема в их качестве и в специалистах, которые понимают, что они делают. Активно развивается, абсолютно согласен с вами, что не нужно решение тех всех проблем, которые люди на самом деле придумывают и придумывают им решение. В большинстве случаев 90% или даже больше проектов абсолютно не является очень острой необходимостью для реалий, для сегодняшних реалий. Но что делать? Много проектов, стартапов есть не блокчейном, не этой отрасли, которых появляется сотнями каждый день и имеют право на жизнь только некоторые. Круто, что есть много идей, которые люди рождают. Как и в принципе в мире стартапов, 99% из них умрут, никто не доживет до реального бизнеса. Поэтому я считаю, что тут должен быть баланс. Но пока это дикий запах, они регулируемые рынки, все делают, что хотят. Поэтому черт с ними, пусть выходит, сколько есть. Мягко говоря, думаю, нет. Такого спроса нет. Но давайте посмотрим, что будет через год-другой. Смарт-контракты – это штука полезная. И они нас могут нехило выручить в таких вопросах, как банкинг, юриспруденция или, например, логистика. Но почему же до сих пор мы не встречаем применение умных контрактов на каждом шагу? В чем же сложность внедрения этой технологии? Нужно двигаться степ-бай-степ всегда. Я думаю, что еще сами пользователи не готовы. Мы сейчас только начали оплачивать в интернете. Аудитория плательщика порядка 60-70%. Внедрение именно смарт-контрактов требует, чтобы само общество было готово к тому, чтобы ими пользоваться. Поэтому, мне кажется, проблема в нас. Проблемы технологические, которые существуют с смарт-контрактами, они прежде всего в отсутствии опыта у разработчиков и незнание как причина следственных связей. То есть, если ты напишешь код вот таким вот образом, то там потенциально могут быть какие-то ошибки. И проблема основная вот смарт-контрактов как раз то, что блокчейн сам по себе ты не можешь перезаписать. Поэтому логика, выбирайте правильные смарт-контракты. Смарт-контракты в чистом виде сейчас там, ну, существуют в стиле эфира. Но там просто заплатил количество, время, а кто? Как только пытаются сделать какую-то сложную механику, добавить там мультисиги или еще что-то, пока что это выходит очень криво и постоянно подвергается опасности хака или еще чего-либо. Сложностями, которыми сталкиваются, это, скорее всего, надежность разработки этих смарт-контрактов, так как сами блокчейны, большинство блокчейнов, которыми пользуются и разрабатываются смарт-контракты на них, имеют свои уязвимости. И когда делают смарт-контракты для решения той либо иной задачи, очень важно аудировать эти смарт-контракты. Технология, она очень много чего дает и также очень много на чего отбирает, особенно при неправильном использовании. Технология простая, это вообще не rocket science. Но люди, которые ей пользуются, собственно, как всегда, я думаю, я не первый, не последний, кто будет об этом говорить, потому что все основные проблемы, которые с ней связаны от мультисигов, парить и все остальное, все было связано с людьми, которые писали код. Сейчас большинство смарт-контрактов создаются на основе эфириум-платформ, но многие из них исполняются с ошибками. Можно ли сделать вывод, что смарт-контракты на эфире неэффективны и есть ли им альтернатива? Есть Neo, где на Яви пишут, есть WeChain, китайский тоже, где у них есть стандартные смарт-контракты, которые подтверждают качество. Есть NEM и еще будет Blockchain 3.0, все знают, да, лидеры в этом это EOS и Cardano, которые там сейчас в гонке, кто сможет более совершенную площадку для смарт-контрактов предложить. Ну, то есть осталось там совсем недолго, когда они будут доступны для большинства бизнесов. Есть Waves, но проблемы с ошибками не избежать, потому что все мы люди, мы совершаем ошибки так или иначе. Баги пишут все, ну, то есть любой программист делает баги. Вопрос то, кто после этого это заудитит, какие автоматические тузы есть для тестирования, и кто производит анализ. И действительно, это формат обучения людей. То есть впоследствии будут лучшие и лучшие программисты, которые будут писать и проверять свой код более качественно. Если бы они были неэффективны на данном цикле, они бы не имели такой капитализации. Не всегда технология должна быть идеальной. Она хороша, хороша ложка к обеду. Эфир зашел, эфир большой. Он работает. Сказать, что он будет жить вечно? Нет. Он сырой, он первый. Что будет дальше, посмотрим. Но это не совсем от технологии зависит. Это еще зависит и от команды, которая его продвигает, которая его популяризирует, и ребят, которые научатся на нем кодить. Смарт-контракты на эфире имеют свои слабые и сильные стороны. Конечно, они не перфектны. Есть попытки написания смарт-контрактов на других блокчейнах, на том же биткоин-блокчейне. Но будут они являться уязвимыми? Да, наверное, будут являться уязвимыми. Поэтому еще раз делаю акцент на том, что очень необходимо их аудировать с разных сторон. Я считаю, что сама сеть не самая быстрая. И мы, с нашей точки зрения, если появится какое-то лучшее решение, мы будем там мигрировать. То есть это, возможно, другие фреймворки. И, с другой стороны, мы понимаем, что на данный момент это единственная альтернатива. Да, и как бы солидит, это язык, который использует эфир. И, собственно, сам фреймворк позволяет делать, а никто другой не позволяет. Поэтому я считаю, что это лучшее решение на данный момент. Конечно, в дальнейшем я уверен, что будут другие фреймворки, и с март-контрактом будет более надежно. Действительно, на эфире можно и строить очень крутые продукты. И как интерпрайз решение, оно очень крутое. В моем понимании, кроме Виталика и Даниэля Лоримера, вообще никто еще не задоливерил ничего круче в криптомере. Ну, раз уж мы на конференции, посвященной технологиям будущего, конечно же, мы обсудим тренды блокчейна в 2018 и 2019 годах. Все концентрируются на создании новых бирж и на создании DEX. Я знаю DEX, которые строятся на EOS, и у них довольно большие перспективы, потому что это будет действительно эффективный способ быстро зарезать деньги и сразу же, чтобы инвесторы могли им торговать, и чтобы не было вот этой вот проблемы, там, выйти на биржу. Вот, поэтому я думаю, сейчас 2018, это точно год DEX. Сейчас очень популярно в мире использование блокчейн-технологии в игровых индустриях. Это связано с казино, с беттингом, с гемблингом. К концу этого года будет больше секьюрити с формата токена. Это то, что может приносить тебе дивиденды. Например, акции Фейсбука. Это понятная система инвестирования. И смарт-контракты, которые позволяют тебе делать формат токена, который секьюрити, комплайенс с законами штатов, это именно то, что мы занимаемся внутри компании. И это будущее. В 2018 нам сказать, что все упадет, вряд ли. ICO пока что еще написали свои вайт-листы на то, что еще у них там что-то делают. Будут расти, будут расти, потихонечку пытаться заходить в ИГАФ-сектор. ИГАФ важен для вообще всего, потому что там сумасшедшие объемы. После этого, понятное дело, финсектор дальше будет развиваться и капитализироваться. Там еще вообще непаханное поле по объемам. А и все время, и в больших количествах, разное. Отсеется чуть-чуть скам, потому что очень сложно. И многие команды, которые сейчас кажутся большими и крутыми, на самом деле слабоваты. И это мы увидим, но уже к концу 2019 года. Мы ожидаем лично тренды диджитализации, токенизации многих объектов, многих инструментов, в том числе финансов. Больше мы работаем в финансовой отрасли. Это будет токенизация секьюритис, токенизация эквитис, токенизация деривативов, производных и так далее. Что даст абсолютно новый толчок индустрии, обеспечит больше ликвидности, больше вливаний в индустрию средств и более широкое использование. В трендах остаются точно фреймворки. То есть фреймворки это то, на что ставят в индустрии большие киты, фонды, банки. Они разрабатывают протоколы, используя блокчейн. Это раз. И инфраструктурные проекты, которые меняют индустрию, которые становятся как плацдармом для нескольких индустрий сразу. Я думаю, будет сохраняться тренд того, что каждые три месяца все будет меняться кардинально. И все, что имело какой-то смысл три месяца тому назад, не будет иметь никакого смысла через три месяца после того, как это произошло. Команда криптодилерств побывала на iForum 2018. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, чтобы всегда оставаться в курсе всех блокчейн событий. И добро пожаловать в будущее! Субтитры создавал DimaTorzok